так привет стримаши еще раз так не просто снять ролик самый примитивный планшет два раза перезагрузился не знаю почему прошивка кривая то ли он сам уже состарился ну ему уже до под пять лет уже может быть они изначально вообще такие дефективные выходят устройства но это я сейчас про планшет asus nexus потому что когда одновременно гарнитура bluetooth подключена вай-фай начинает отваливаться это на двух планшетах у меня такое было это дефект завода прям идет если одновременная работа передача bluetooth и вай-фай просто отваливается отлетает вайфа я думал сначала что один ломаный но это уже на двух было поэтому это не ломано но это я что к тому что что прям завода в хлам выходит горят купи купи новое а чё новое новое она вот такой же сбойная может быть да немножко получше чем старое пошустрее но в итоге сбой на сбой сидит но ролик вообще у меня про другое прошивка вышла android 9 типа мега свин новый свежий он выходит под мало какие устройства там производитель должен сделать на самом деле производитель прошивка от производителя не нужна достаточно какого-нибудь lineage или аосп открытого android и здесь вот прошивка но это не lineage resurrection rr но это 81 потому что 90 я три штуки поставил на этот телефон это asus они встали нормально быстро работали но шифрование не работает в одной прошивке lineage по моему включалась шифрование но когда код вы устанавливаете либо символ движения но разблокировку кодом либо символом как называется к пальцем вводишь символ картину рисуешь знак разблокировка знаком жестом вот тогда это ставишь потом заходишь в рекавери в рекавери он видит зашифрованный диск но не может его расшифровать потому что говорит код не тот хотя тот вожу если например вводишь цифры то он сплашивает жест а если жестом блокируешь шифровку то спрашивает цифры может быть это сбой этого рекавери тврп я не знаю но какой-то вот такой сбой так наверно можно пользоваться девятым андроидом так внешне он работал нормально люди формах начинают говорить ну зачем шифрование ну она почему-то не работает и это же удобно когда шифрование ты не боишься что файлы там кому-то попадут другому либо ты телефон резко начнешь продавать ты можешь так его хоп и продать не надо его там данные свои стирать потому что при обычном стирании там все равно остаются данные в общем по моему шифрование везде должно быть включено если она конечно сильно не тормозит устройство вроде как она телефоны сильные не тормозит внешне я не замечаю поэтому такой смысл то есть если у вас asus zenfone выходите 9 поставить то можете ставить научите шифрование там не работает остальное вроде как работает я внимательно не проверял пока что как видите я поставил обратно 81 ресурекшен это не лайн эйдж до этого стояла лайн эйдж решил пока ресурекшен посмотреть по сути примерно одно и то же что лайн эйдж что ресурекшен так они 81 прошивку поддерживают обновляют эти вот безопасности патчи тестовые ключи прошивка октября сделано вот ресурекшен 13 10 потом как заработать шифрование тогда потестирую 9 поставлю чтобы ставить 9 естественно все свои данные надо удалить перенести чтобы ничего важного не потерять я все удалил и ставил эти три сборочки некоторые получше вроде онлайн эйджи но все равно работает она еще не идеально на этом все пока ребята подписывайтесь это был ролик про установку 9 андроида на осусе zenfone